Здравствуйте дорогие! Приветствия всем! Подготовила материал, который я назвала полная реанимация после всех сложных, глубоких тем, которые за последнее время были выложены на канале. Что же это за полная реанимация? Это тот самый баланс, то самое выравнивание и то самое восхищение собой, которое мы либо мало понимаем, либо вообще не понимаем, либо понимаем, но не знаем, как с ним практически взаимодействовать. Думаю, очень многим людям вообще непонятно, что такое баланс. Вообще непонятно, что такое выравнивание, а о восхищении собой так вообще говорить не приходится. Ах да, баланс хоть на слуху, но скорее мы его воспринимаем как кефир. Ну что, поговорим, уважаемые? Если договора это как-то непонятно и глубоко, это где-то в непонятном бессознательном, то баланс и выравнивание гораздо ближе и понятнее. Например, если я работаю по 18 часов, и спать некогда, и ухаживать за собой некогда, и питаться полезно тоже некогда, и если поговорить со своим ребенком тоже некогда, то это сигнал, что уже давно пора заняться своим выравниванием. Дисбаланс в различных сферах деятельности – это и есть будущее катастрофы в личной или социальной деятельности. Ну понятно, что я не приду в вашу жизнь, и не наведу в ней порядок, и понятно, что никто не придет, и никто не наведет этот порядок, кроме вас самих. Ну а что мы по привычке делаем? Мы по привычке либо мечтаем, либо у нас побег в будущее, либо побег в прошлое, и практически при этом нам ничего не светит. Поэтому мы закрываемся в своей ракушке и как бы оттуда не высовываемся лишний раз. Остается серьезно заняться собой. А почему я сейчас об этом говорю? Потому что сама раньше не понимала, потому что именно мне приходится так напрягаться. А рядом кто-то очень в развалочку получал такую же зарплату, и еще усмехался. От работы кони дохнут. И вот теперь я просто делюсь тем, что мне стало понятно, и что действительно возможно изменить или выровнять, чтобы жизнь была в радость. Во-первых, надо признать, что в моей жизни дисбаланс. Если вы этого не признаете, то ничего дальше не будет. Первое, что мы, как мы взаимодействуем с этими вещами, это мы признаем их. Поэтому надо сказать себе, да, я признаю, что я живу в дисбалансе, и я желаю действительно его выровнять. Конечно, нужно собственное признание сбоя. Конечно, нужно собственное признание перекосов. Конечно, нужно признать, что мы желаем исцелиться, потому что мы действительно исцеляем себя. Первая стадия исцеления – отказ от перекосов, отказ от дисбаланса. Вторая – гнев. И у разных людей гнев проявляется по-особому. Кто-то загоняет его вглубь себя, кто-то находит жертву и выливает на нее все обвинения. Кто-то обвиняет всех подряд и выражает свой гнев на всех окружающих публично. Но, тем не менее, это энергия. И человек, другой человек, не задумываясь, тратит ее в угоду паразитическим цивилизациям. Но, как мы думаем, что другой человек ее тратит, а вот я – нет. Я повторюсь. Тем не менее, эта энергия и любой человек, не задумываясь, тратит ее в угоду паразитическим цивилизациям. Третья стадия исцеления – это сделка. Гнев нам не дал желаемого, и мы решаем так больше не поступать. Примеры тому есть. Очень часто можно их в жизни увидеть. «Господи, если ты мне дашь ребенка, то я никогда больше не буду пить, курить, употреблять алкоголь». Или другой пример. «Господи, верни мне жену, и я никогда изменять ей не буду». Таких обещаний можно сколько угодно найти. Еще более знакомое обещание – это «Я больше не буду никогда пить руку на отсечение». Но проходит время, рука на месте, пьют дальше. Потому что это все низкочастотные энергии, и под этим обещанием лежит гораздо глубже чувство вины. депрессии. И вот когда мы признаем то, что мы действительно себя обвиняем во всем, то легче будет и справиться с этой стадией исцеления как сделка. Четвертая стадия исцеления – депрессия. в это время наша энергия находится на очень низком уровне, потому что мы утратили надежду получить желаемое привычным способом. Мы пытаемся сделать вид, что нам все равно, но нам не все равно. И если вы позволите ощутить в себе потерю и вылиться в вашей скорби, то тогда ваша депрессия пройдет. Чего бы вы на самом деле не лишились, вам это необходимо оплакать. Потому что по сути это маленькая смерть. Может быть это вы потеряли какое-то состояние, проиграли дом, я не знаю, умерла жена или муж, погиб ребенок, не знаю, сосед умер, все равно, любая трагедия, она приведет вас к депрессии. И когда вы действительно позволите своим чувствам выйти, вам станет гораздо легче и вы захотите продолжать свое достойное существование в этом мире. пятая стадия исцеления это принятие. После чего, как вы, потеряли достаточно времени, энергии и внимания на четыре предыдущих стадии, помните, отказ, гнев, сделка и депрессия. вы начинаете ощущать свои истинные потребности. После того, как вы потеряли достаточно времени, энергии, внимания на четыре предыдущих стадии, вы вступаете в новую стадию, на которой вы не испытываете ни гнева, ни подавленности относительно своего состояния, вы начинаете ощущать свои истинные потребности и ищите поддержки в тех областях и в тех формах, которых ранее не искали. Вас тянет ко всему новому. Вы совершаете в вашей жизни необходимые перемены. Этот процесс ускоряется по мере роста веры в себя. Шестая стадия исцеления рождение заново, проявление нового света. Принятие и исцеление ведут к новому рождению. Времени заново встретиться с самим собой. На этой стадии вас потребуется много времени, проведенного в тихом уединении, чтобы узнать себя. Огромное количество света поднимается в ваших внутренних глубинах. Посмотрите на этот свет. Увидьте его красоту. Вдохните его аромат. Вкусите свою новую личность и насладитесь ею. Вы отыщите новые внутренние ресурсы, которые были не в состоянии реализовать до сих пор. Возможно, вы всегда ощущали, что у вас они есть, но сейчас они начинают подниматься на поверхность и это может сделать для вас какое-то открытие, это может стать для вас новым рождением. Вы измените свое отношение ко всем аспектам своей жизни. Все становится иным. и часто новое рождение начинается со смирения перед величием природы. Вы начинаете видеть мир шире. Вы начинаете воспринимать нюансы создателя. Начинаете видеть сложность мироздания и постепенно приходите к седьмой стадии. Седьмая стадия это исцеление создания новой жизни. Вы более честно относитесь к себе. Вы обнаруживаете больше внутреннего смирения, веры, правды, любви к себе. Эти внутренние перемены автоматически ведут к внешним переменам. Они исходят от вашей созидательной силы и голографически распространяются по вашей жизни. Вы притягиваете новых друзей, вы либо меняете свою профессию, либо меняете отношение к тому, чем занимаетесь. Вы даже можете переехать в новое место. Вы раскроете новые потенциалы и полностью активируете все спирали ДНК. Ну, конечно, постепенно. но это очень приятно, что вы будете ощущать теперь более тонко, где дисбаланс, а где умеренность. И, конечно, мы желаем, чтобы все происходило сейчас и сразу. И это тоже возможно, но то, что вы желаете запустить, запускается сразу на тонком плане. А если ваше желание еще слабо, то его надо подпитывать, и чтобы ваше желание обрело некую силу, мощь. Но если оно уже сильно, то оно проявляется на плане материи достаточно быстро. Вот сейчас это кажется сложным, но пройдет совсем немного времени, и вы поймете, что это не просто слова, это просто механизм, которым вы владели. Я могу еще раз повторить, конечно же мы желаем, чтобы все происходило сейчас сразу, но это тоже возможно. Вы желаете запускать программу на тонком плане, если ваше желание сразу слабо, то его нужно подпитывать, а если оно очень сильно, то оно проявляется на плане материи достаточно быстро. Вот не надо думать, что сейчас все сжимается только для того, чтобы вам было как-то плохо, болело тело, болело голова, было состояние какого-то дисбаланса, о котором мы только что говорили. Нет, пространство желает с вами взаимодействовать, желает, оно даже подталкивает вас, желает создать с вами некий альянс, когда вы действительно почувствуете, что вы сами создаете собственную реальность. Возможно, да, возможно, это какой-то длительный процесс вам покажется, но на самом деле это при глубоком понимании ну все не такое сложное. Но сейчас мне хочется активировать просто волшебную вашу способность, которую мы часто проявляем по отношению к кому-то, но практически никогда по отношению к себе, и это тоже дисбаланс. Я говорю сейчас о восхищении собой, о восхищении своей божественной природой. вот прямо сейчас, да, не откладывая на потом. Ну а что нам мешает? Кто нам мешает? Может, президент какой-нибудь страны? Вот произносите сейчас вслух и нежно. Опять, это кому это интересно? Никто никого не заставляет. Вот если вам это интересно, то вы произнесите вслух и нежно. А можно даже тихо или шепотом. Я восхищаюсь собой. Я восхищаюсь собой. Я восхищаюсь собой. Я восхищаюсь тем, как уникально меня создал Творец. Я божественное Творение Создателя. Если мы уже запутались в этом Боге, Создателе, Творце, Абсолюте, как хотите, возьмите, назовите это просто Отец, Мать, Сын. Все. Все. Простите для себя, чтобы у вас была в голове ясность. Вот знаете, даже не важно, какими словами это все называется, важно внутреннее моё внутреннее понимание и все. Я божественное творение Отца. Это энергия, одобрение и принятие и она творит чудеса. Это и есть ваша реанимация. Ну, получили вы какое-то шокирующее известие. Ну, эта информация для вас ну, просто беспокойная какая-то, не даёт вам возможности находиться в состоянии тишины внутренней. Вы возьмите и себе помогите. станьте более могущественны. Вот прямо здесь и сейчас. Я здесь и сейчас утверждаю выравнивание во всех сферах моей деятельности. Я уравновешиваю энергии Отца и Матери Я уравновешиваю энергии Отца Матери и Сына Я исцеляю себя Я восхищаюсь Собой Я в триаде Отец Мать Сын Я в любви Я в балансе Дайте себе небольшой отдых. Разрешите себе целенаправленный отдых в течение хотя бы 15 минут и снова насладитесь чувством выравнивания и снова одобрите себя и восхититесь своей жизнью. Помните сказки о богатырях? Мы затаенной завистью хотели быть похожими на них и о волшебниках мы тоже хотели быть волшебниками так вот это время настало богатырь это тот кто тырит бога то есть стяжает дух а кто нам большому коллективу мешает стяжать дух стяжайте вот вот не тратите себя на ерунду сомнения критику недовольства зависть и ненависть остяжайте дух поощряйте себя восхищаетесь собой знаю спросите а волшебник хорошо волшебник где вол воля ш доброжелательство шана ш смирение рассмотрите внимательно букву ш три столба три единства отец мать сын а по низу в плане материи они все соединены эта буква ш похожа на три зубица Украины Индии царя морей Посейдона и у нас еще есть буква Б как борьба братство одним словом активность мягкое движение дальше у нас идет НИ это как продолжение в бесконечность и буква К замыкается на тебе и только на тебе она как замочек буква К вот он и волшебник и когда вы будете рассматривать вот так вот слова вы будете понимать что за каждым словом стоит целый образ вот этим вот в общем-то русский язык и славится образностью ну что фиксируем уважаемые нашу с вами реанимацию я всегда могу одобрить и восхититься собой в любой момент я всегда могу одобрить и восхититься собой я исцеляюсь каждый миг я выравниваю все аспекты своего существования всегда и сам я выравниваю все аспекты своего существования всегда в любой момент и сам сама до новых встреч до новых встреч до новых встреч лет ты